здравствуйте друзья у нас коротенький репортаж у нас вновь прибывшие прибыли вечером поздно да когда приехали приехали без десяти семь вечера этого рейса из хитроу из лондона так вы досмотр где проходили пограничный контроль прямо здесь в сан-франциско то есть долго заняло пройти на выход ну примерно около часа полтора ну нормально в очереди отстояли пока сдали документы отлично вас встречал наш товарищ там студент наш давайте представлять начнем с молодого человека так мамочка у нас дарья какие прям имена как из сказки так и глеб точно все как из сказки тимофей ты как дорогу перенес скажи нормально самолете хорошо там кормили вкусно да так что за за стеснялся он так вообще более живой значит глеб у нас был шахтером да и вы прямо что я я здесь а чем там ну не кувалда и же вы там чем там гувалда и кайлом и лопатой и всем это вот сейчас в караганде так да то есть ну смотря что делать а я думал какие-то комбайны ходит не в комбайне рубят это все но ручной труд остался ручной травмах то ли у пыли у к есть вот в легкие забиваются до силикоз антракоз то есть это и либо угольная пыль либо каменная породная люди которые с вами там в забой ходили они знают что вы в америку уехали да приветы сейчас передают то есть отец то есть нет классовый вражды их такой нет нет ну хорошо я до последнего не говорил чтоб шуток не было так а то мало ли но засыпать не то что например ничего не сделаешь каждый мужик давай работают еще не в америке понятно то есть такой забой не вернешься пошутили ну да шахтеры с юмором с юмором я чувствую я даже предвкушаю я сам вот гарнизонном вырос в доме так там тоже шутили специфично значит так давайте с вами дарья домохозяйка ну занимались чем-нибудь я отучилась на переводчика ой какие же языки вы изучали английский но здесь на практике не было немножко подзабылся ну можете так в принципе мы его переводим а я пойму не выпьем мы однодорожники да боже то есть вы учатся до научились языкам и пошли значит там кувалды ну я потом еще закончил политехнический колледж чтобы расти своей профессии ну да то есть как кувалды бабах вместо того чтобы по-русски там материться окей все говорят иностранец понятно так это у вас один значит молодой человек у вас пока один следующий три с половиной года великан какой взрослый парень но вообще понимаете что с ним произошло то наверное пока нет нет дедушка чемоданы собирает к нам летит вся родня едет собираем да ну это он понимает что мы в америку приехали да но он как то так понял так какой план у вас ближайшее время что вы собираетесь сейчас мы квартиру снимем квартиру снимаем определяемся с машиной и как начинается курс то есть я чувствую что у вас какие-то сбережения есть раз в машине заговорили ну да есть аккуратненько аккуратненько тратить куда еще это недалеко в полчаса и океан хочется посмотреть виды как красиво да у нас степи но вы уже знаете там санта-круз да уже знает куда ехать мы разберемся видео наши смотрят конечно я заметил что когда я стал санта-круз на видео показывает там стало гораздо больше русских то есть как-то вот раньше никто так туда не рвался просто не знали что есть такие места сейчас видео посмотрели все хотят там пойти на морских львов посмотреть там да вот так что конечно тут есть места свекровь смотрит ваши видео что говорит она от вас без ума я вот практически как будто вас знает но потому что мы одного поколения поэтому я хорошее впечатление произвольно женщина от 40 и старше некоторые там в 25 говорят что я прибедняюсь тоже им нравлюсь но по всяком случае так вот который постарше но мы ближе моментально ближе конечно мы в одном обществе росли ну что же ребята давайте я не буду вас это самое мучить вы потом когда немножко освоитесь вы только вот все что происходит вы как бы эту бумажечку все записывайте чтобы было о чем рассказать потому что самые первые впечатления они самые яркие пройдут потом понимаете они конечно они яркие но это первые несколько дней потом вот вторые третьи десятые и уже первые вообще забыл все как было вот я помню когда у меня ребенок родился так я мне казалось что я всю жизнь буду помнить разницу между там первой недели и второй понимаете или там третье или четверто а сейчас уже что там я помню вот так что и вы даже не помните хотя у вас еще и маленький забывается забывается поэтому окажется что никогда не забудешь правда первый раз пошел первый раз там улыбнулся вот это вы постригли или он так вообще у вас нет постригли много раз растут то есть у вас кудрявых нет семье нет ведь меня ну что же ладно ребята давайте я вас отпущу берите значит ваше письмо я письмец он написал для того чтобы квартиру легче сдали то есть с них меньше меньше депозит возьмут предоплата предоплата вот мир с них меньше предоплаты возьмут и надо знать слова не подберешь прям язык сломается все ребятки давайте а уже как подробности вы на заметку и будете делиться все всем все так ручкой давай все отлично